Друзья, всем привет! Мы на КОПе. Сегодня будем искать металлоискателем MyLab XTERRA ELITE. Ну, впрочем, я им ищу уже весь этот сезон. Уже столько монеток поднял. Единственное, конечно, золотых нет. Надеюсь, сегодня будет. Не будем терять времени. Пойдемте поищем золотые червонцы. Так. Будем искать на частоте 15 килогерц. Отстроимся от помех. Прокачаем металлоискатель. Но для этого нужно найти место чистое. Секунду. Можно вручную. Можно на автомате. 35. Все. Погнали. Это лопата. Это лопата. Надо лопату подальше держать. Потому что поиск, это поиск, осуществляю почти на максимальной чуйке. Я в прошлый раз здесь же копал. Были находки. Но, к сожалению, золотого червонца не было. Выкопали. Первый сигнал у нас. Неудобно. Немножко хабарница. Доставать неудобно. Пинпоинтер. Ну, где мой золотой червонец-то? Так, а что это у нас? Это у нас капсуль. Да. Или нет? Что-то интересное. Довольно интересно. Ладно. Рассмотрим, я думал, капсуль от Гильзы. Что-то интереснее. Ну, как интереснее? Просто не знаю, что это. Ладно. Продолжаем. Про ямки не забываем. Ямки закапываем. На то, когда-нибудь вас в эту ямку закопает. Если увидят местные люди. Да и вообще просто кто-нибудь придет на отдых. А там почва, как на луне, в кратерах вся. О! А даже человек, который рядом будет ходить, ямки закапывать. Все равно все шишки на него посыпятся. Поэтому с ямками это однозначно. Что-то глубже. Ну, все ближе и ближе. Вот здесь что-то у нас. Подкопнем. Что-то, наверное, более крупнее, чем... А, вот оно. Чем монеток, конечно же. Потому что монету на такой глубине... Хотя можно взять, смотря какая монетка. Но металлоискатели... Металлоискатели рассчитаны... Тяжело металлоискатели брать на глубине ну, больше, так скажем, 30-40 сантиметров. Они рассчитаны так, на поверхностные сигналы до... Скажем, хорошо берут до 30 сантиметров. Ну, до 40. А уже глубже это надо, чтобы вот такие... металл был побольше размером, тогда будет брать. А монету на полметра это просто нереально. Если, конечно, катушка там какая-то супер-пупер, если прям на всю сейчас настроена у вас чувствительность, если монета... 96... Если монета у вас размера огроменная, тогда да. А какую-то чешуйку или копеечку... Это глубина небольшая должна быть, чтобы металлоскатель взял ее. О, смотрите. только проговорил про большую монету. Пятак! 5 копеек! 24-й год! Фу-фуф! Конечно, здоровенная монета. Смотрите, какая! Пятачок! 24-го года! Вот это шикарная находка! Класс сохран! Идеальный практически! 5 копеек! большая монета! Ну, в 24-м году и копейка большая, и две копейки такие здоровенные! Шикарная находка! Так, камеру я проверю. Камера снимает. Бывает иногда, она у меня сама по себе может выключиться. издержки. Издержки производства. Ну, сигнал, конечно, не монетный. Или монета, но такой невысокий сигнал. Монеты обычно ну, смотря какая монета, в принципе. Если золотая, то как раз это сигнал золотого червонца, скорее всего. Потому что золото, да, монета, потому что золото звенит намного ниже. Монета у нас 10 копеек, если я не ошибаюсь. 10 копеек со щитом. Я в прошлый раз находил 15 копеек щитовик, а это 10, если я не ошибаюсь. В общем, давайте на хорошую камеру. Да, щитовик 10 копеек. На хорошую камеру рассмотрим. когда придем, буду находки показывать. А сигнал был такой не очень для 10 копеек. Ну, я же говорю, вот наши 10 копеек попадают в золотой сигнал. 10 копеек, язычок от банки. Что еще туда попадает? Ну, и кольцо золотое. естественно попадает в золотой сигнал. Вот когда на пляже копаешь, копаешь, язычок, язычок, вернее, не язычок, ну, просто копаешь, и раз на шкале золото звенит. Все такое радости, а это оказывается зачастую либо язычок от банки, 10 копеек. Не, бывает, конечно, и золото, но это намного реже, поверьте мне, чем язычок. Один вандин они бьют вот на пляжном поиске. Какой красивый сигнал. 80. 82. Практически не поменялся. Мне так всегда нравится, когда сигнал не меняется, если его выкапываешь. Вот она. Да? Да? Монета. Билончик, друзья. 20 копеек. Не вижу год, но Билон. Серебро 500 пробы. Отлично. Если мы были на каком-то поле, на лугу вернее, который не пашется, ничего, трактор не тягает по этому лугу, вот тут можно было по кругу обойти, походить, вернее, не обойти, а поискать. Обычно монетка может еще рядом быть. Как в старину, да и сейчас точно так. По нужде присаживается, из кармана все и сыплется. Как раньше было, так и сейчас. А еще очень много от разбойников прятали, вот как находят там кошельки или еще что-нибудь. разбойники гонятся, догоняют, а люди прячут свой хабар, кусочек проводки. А потом или просто не находят, или этих людей не находят уже. По-разному находят эти клады. Кто-то закапывает, кто-то теряет. Солнышко встает, хорошо, сразу становится теплее. не совсем такой грязный огород. Я имею ввиду металлического мусора, нормальный. Только проговорил, нате вам, мало мусора, пожалуйста. Из этого хаоса нужно выдернуть красивый, четкий красивый, четкий сигнал. Для этих целей есть снайперская катушка. Она намного меньше и позволяет точечно, как пинпоинтер практически. вообще нужно все сигналы копать. Я бы здесь на таком поле на всех сигналах просто бы, умер бы, если ходить без дискриминации. Попадаются такие от участки, такие огороды, очень-очень много металла. Бывает абсолютно чистые, на них ходить вообще одно удовольствие. 83-85 шикарный сигнал. Если сейчас не поменяется после того, как я выкопаю, я еще не выкопал 88 уже. Нет, скорее всего, это кусок железа на большой глубине. Выкопали сигнал не поменялся. Вот это да. На ну-ка. конечно. Ложка старинная. Вот на такой глубине ложку взял. ложка, видите, какой размер. размер. и снова сел аккумулятор как и в прошлый раз получается наверное из-за холода ресурс аккумулятора падает ну я так думаю а может уже им пришел в общем на следующий сезон и нам нужно брать аккумуляторы на экшн камеру новые но в любом случае коп состоялся вы ничего не пропустили я наверное в это время ничего не нашел когда кинулся что камера не снимает давайте покажу находки кусок железа ложка вот это непонятное мне было что это я думал сразу это капсуля это какая-то заклепка и кусочек мусора из находок как и в прошлый раз только прошлый раз 15 копеек а сейчас здесь копеек со щитом два дня два раза подряд два выхода и два раза щитовики попадаются нужно аккуратно мне отмыть посмотреть какой год ну и смотрите какой пятачок 24 года вот и все на сегодня конечно же я очень рад находки какие бы они ни были это находки главное поиск главное искать а кто ищет то цена на идет рано или поздно это произойдет всегда так говорю говорил и буду говорить главное искать лежать на диване и мечтать о кладе совсем не то поиск поиск и только поиск всем добра здоровья и самое главное мирного неба надолго не прощаюсь мы скоро увидимся подпишись вот сюда на вот это позови меня степь позови меня в поле позови меня лес и крутой бережок я рожден чтобы жить словно птица на воде обнимая прибор печа хабар дышок обнимая прибор печа хабар дышок